Синий-синий-иний лёг на провода, и ты чёрно-синим, синяя звезда. На улице мороз, а малыши не думают замерзать, даже несмотря на присутствие зимушки-зимы. Повод для танцев сегодня просто отличный. Закончились новогодние и рождественские праздники, и желания, загаданные в новогоднюю ночь, начали сбываться. Сегодня у ста малышей их родителей сбылось поистине долгожданное желание. На Белинского, 31, открылся новый садик «Ладушки». Скажи, я в садике. В садике, в садике. Татьяне Маховой, бабушке двухгодовалой Маши, с рождением внучки, пришлось покинуть свой трудовой пост, несмотря на совсем не пенсионный возраст. Тогда на работу вышла дочь Татьяны, теперь, наконец-то, и сама бабушка сможет вернуться к трудовым заботам. Пока был закрыт садик, мы готовились к открытию садика. Приучались кушать, ходить на горшок. Где вы все это учились делать? Дома, пока сидели, ждали путевку два года. Ремонт здания вместе с покупкой оборудования и инвентаря обошелся городскому бюджету примерно в 7 миллионов рублей. Эти деньги позволили открыть 35 новых рабочих мест и сократить очередь в детские сады. Хотя она по-прежнему не маленькая, сейчас в ней стоят примерно полторы тысячи малышей. Этой малютке повезло, сегодня она впервые пошла в садик. Сегодня детский сад посетили и представители власти с проверкой. Вот прачечная, новенькие стиральные машины. Это группа для самых маленьких, миниатюрные стульчики, столы, кроватки и первое хозяева. Пока малыши не успели здесь полностью освоиться, нужна помощь. Но ведь разве не для этого здесь чиновники? Это можно, знаешь, как вот так вот, возьми за ручку, да, и вот так, вот так вот. А это кухня. Сегодня здесь впервые опробовали новое пекарное оборудование. Пробуйте булочки. Ой, горячая. Пробуйте, пробуйте. Ну, будем кормить. Учняли. Изюминка нового детского сада за безопасностью будет следить еще и беспристрастная техника. Камера видеофиксации расположена по территории всего садика и в самом здании. В полную силу новый детский сад заработает уже завтра. Кстати, новый он только с юридической точки зрения. Здание это было построено в 86-м году. 10 лет в нем располагался садик. В начале 90-х годов, когда мы в государстве начался такой демографический спад, оказалось, что детских садов у нас оказалось немножко много лишку, да. И начали детские сады перепрофилировать перед другие такие вот структуры, помещения. Так в этом здании в 96-м году открылся детский дом. Теперь пришло время вновь изменить профиль. Представители власти уверены, сегодняшнее открытие дошкольного учреждения не только праздник. Это повод все-таки задуматься о том, что есть еще очередь, она существенна и необходимо решать проблему. Есть понимание со стороны власти, есть понимание со стороны партии «Единая Россия» и проект, который объявлен, он на сегодняшний день набирает обороты. И это говорит о том, что будут появляться новые детские сады. Мы планируем в следующем году открыть новый детский сад в Зашхитинском районе и проектировать еще два детских сада. Речь идет о партийной программе «Детские сады детям». В ее рамках запланировано ежегодно открывать минимум 500 новых мест. В ближайшие годы это, вероятно, будет сделано именно с помощью строительства. Продолжение следует...